Всем привет дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня у нас ферма новая, 25-я. Мы поехали с вами уже на работу сразу же. Так, и кажется, кажется нам нужно было повернуть туда. Мы сегодня будем перевозить с вами брёвна. У нас такое задание. И за которое нам заплатят целых 15 тысяч, если мы всё перевезём правильно. Тут главное под поезд не попасть. Так, и вон какая-то лесная дорога, нам надо туда. Не знаю как вообще на этом тракторе грузить, я им ещё ни разу. Ух ты, нам куда-то в горы надо ехать. Вот это да. Вот это уже интересно, ребят. Не забывайте подписаться и поставить лайк этому видео. Давненько мы с вами не виделись, давненько не снимались нормальные видео. Были в основном нарезки со стримов. Но теперь вроде как нормально удается заливать ролики. Может быть, кто его знает, может быть YouTube полностью оживёт, и это будет потрясающе. Так, ребята. Не забывайте, кстати, что ссылочка на мои стримы в описании. Заходите на них и, о господи, как много брёвен нам нужно перевезти. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забирай её бесплатно прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи ещё одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему стим-аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки. Но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Так, а что я сделал? Что это происходит? Видимо, что-то не то. Так, слежить, сложить прицеп, закрепить. Ага, выбрать приспособление нам нужно, да? Развернуть трактор. Ну, давайте попробуем как-то грузить. Я не знаю. Выглядит он не очень приспособленный для этого, если честно. У него дальше не поворачивается. Ой-ой-ой. А как же тогда? А в другую сторону? Подождите, а как так? А почему это так? А почему у него такие ограничения? Смотрите, всё, дальше не поворачивается. Представляете? Попробуем в другую сторону. Может быть, через другую сторону? А, через другую работает. Ну, ладно. Хорошо. Сейчас будем грузить. Как вам, кстати, новый фарминг-симулятор? Нравится или нет? Попробуем захватывать по два бревна. Не знаю, получится у нас. Видимо, нет. Видимо, маловат он слишком для двух брёвен сразу. Ну-ка, да. Маловат, конечно. Так, ну нас тогда, получается, чуточку обманули. Потому что 15 тысяч за вот это... Это прям как-то мало. Тут очень много работы нужно сделать. Он слабенький прям. Прям вообще слабенький. Так, ну и поворачиваем. Сейчас будем укладывать это всё. И посмотрите, какой маленький прицеп. Это нам сколько раз нужно съездить будет? Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Так. Давай прямо. Отлично. 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 Всё. Один, одно бревно уложил. Ура. Осталось уложить ещё кучу. Я не знаю, сколько раз нам придётся съездить с вами. Для того, чтобы всё это перевести. Но, очевидно, немало. Так. Пробуем зацепить ещё одно. Так. Не очень зацепилось. Это знаете, как в автомате с этими, с игрушками. То есть ты такой вроде пытаешься, вроде всё правильно делаешь. Но оно не цепляется. Так. Попробуем. Я думаю, штуки четыре точно должно залезть. А может даже и больше. Так. И теперь опускаем его. Подтянем немножко. Оп. Я уже как бы профессионал в этом деле. Вы знаете, я давно... Давно играю в ферму. Так. Так. Ну-ка. Попробуем сейчас это как-то. Оп. Кажется, получилось. Кажется, поймал его. Реально, смотрите. Он прям вообще на грани висит. Ещё чуть-чуть и оно упадёт. Но вроде держится. Два, к сожалению, здесь не удаётся сразу захватить. Хотя машина, который ман-лесовоз, он позволяет сразу две. Сразу два бревна взять. Это, конечно, сильно ускоряет работу. Так. Ну вот, смотрите. Сколько у нас тут. Три бревна. Ну и как будто ещё парочку влезет. Давайте попробуем ещё парочку загрузить. Не знаю, получится у нас или нет. Но попробуем. Может быть, два сразу вот эти? Как думаете, удастся нам два сразу взять или нет? Как будто прям хорошо лежат. Попробуем, ребят. Попробуем два сразу. Да! Лишь бы не вывалились они. Ой, прям как на грани это всё. Так. Ведём, 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 ведём. Ведём, 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 ведём сюда. Очень на грани. Так. Нам нужно их как-то подальше, да, туда увезти. Смотрите, трактор просто... Ой-ой-ой! Что происходит? Что происходит, ребята? Трактор, видели? Чуть не перевернулся. Так, и затаскиваем теперь. Я думаю, наверное, хватит. Наверное, всё. Так, закрепляем ремнями. Складываем трактор и повезём сейчас. Мне кажется, что больше не надо накладывать. Хотя можно было бы ещё одну, но... Не факт, что прицеп вообще выдержит. Так, сейчас где-то развернёмся. И поедем. Поедем разгружать всё это добро. А вообще, нужно, наверное, покупать какую-то территорию. Какое-то поле своё обрабатывать. Может быть, заниматься животноводством здесь пробовать. Ну и смотреть вообще в целом новые функции. Так. Ну, неплохо, неплохо в целом, смотрите. В целом, очень даже неплохо. Как он вообще трактор этот? По-моему, неплох. Учитывая, что он чуть не перевернулся. И в целом, он такой достаточно компактный. Вот, посмотрите сами. Как бы, неплохо выглядит в целом-то, да? Всё, повезли. Компактный такой, приятный. И посмотрите, он вообще не пачкается. Почему-то не пачкается техникой. Не знаю, в связи с чем это. Так, оп. Поезд. Надо пропустить. Тут, как бы, да. Можно жёстко отлететь. Тут, конечно, поезд более-менее реалистично работает. То есть, ты не улетаешь в космос от него. Я уже, конечно, протестировал. Но, может быть, с вами ещё протестируем разочек потом. Давай, открывайся уже. Нет же поезда больше. Всё, поехали. Так. Хорошо, что не застрял на ЖД-переезде, согласитесь. Так, и теперь нам куда нужно ехать? Вот это тоже важно. Ага, нам нужно ехать вот сюда, на лесопилку. Ну, можем поехать тут. Наверное, да. Поедем прямо. Хотя можно полями. Подождите, вот эта дорога полями, она показана? А, ну, хотя смысла нет. Нет, поехали дальше до конца тогда. И там свернём. Я думаю, это будет максимально правильно, максимально быстро. И так попробуем сделать. Так, ребята. Брёвна. Ведь не знаю даже, что это за дерево такое. Напишите в комментариях, если знаете, что это за дерево такое. Пять брёвен. Ну, легко, пять, конечно, везём. Так, вот она, дорожка наша. О, а тут дальше и карта. Дальше нету карты. Так, ну и здесь, соответственно. Уезжаем направо. Тут озерцо какое-то. Довольно приятно выглядит, кстати. Может быть, домик здесь соорудить себе? Посмотрите, тут... Вполне тут интересно. Вполне. Так. Разогнался 50 километров. Неплохо, неплохо трактор себя показывает. Ой. Нет, здесь мы не поедем. Я думал сейчас срежу дорогу, но нет, лучше не делать этого. В этот ручеёк можно и не перескочить. Учитывая, что мы всё-таки с грузом едем. Трактор арендный, все дела. Ну, его как бы... Зачем нам эти риски лишние, да? Поехали просто. Сдадим наш... Это дерево и поедем уже дальше. Так. Это не наше. Не сюда. Надо, нам надо дальше. Так. Вот сюда нам нужно. Я уже сюда сдавал дерево. И нам даже, по-моему, какую-то небольшую комиссию заплатят за то, что я его сдам. Так, тут как бы заломался чуть прицеп у меня. Ну, вроде не страшно, да? Так, попробуем сейчас это всё продать. О! 6 евро ещё мне доплатили. Чуть-чуть. Небольшую доплату получил. Так. Ну и всё. Выезжаем тогда. Нам нужно опять ехать туда. Опять ввести этот лес. Опять всё это доделывать нужно. Задание до конца доделать нужно обязательно. Давайте мы остановимся пока вот здесь. Потому что мы здесь будем проезжать с вами в любом случае. И пока переместимся на наш легковой транспорт. Так. Тут работа. У нас рабочие моменты были. Я вот купил. Так, подождите. Как на неё сесть-то? Хочу в Шкоду. О! Это Шкода Кадьяк. РС комплектация. Быстрая, мощная. Дизельная. Зачем? Для того, чтобы, наверное, всё-таки поискать себе какую-то территорию. Вот смотрите. Карта у нас довольно-таки большая. Вот это место. Но оно, видите, оно полностью не продаётся, да? Хотя вот. И стоит оно. Ну просто интересное такое место. Тут ЖД. Тут рядом как бы дорога. Но как будто далеко, да? Есть вот такое, но озеро не входит в него. Вот это тоже. То есть надо куда-то съездить и посмотреть вообще, что мы можем купить, чтобы и недорого было. И вот это давайте. Я просто хочу, чтобы река была обязательно. Может быть, вот это давайте. Так, подождите ещё раз. Да, поехали. Сейчас направо сразу, налево. То есть выезжаем. Вон она. Я прямо отсюда вижу. Поехали посмотрим, как это вообще выглядит. Ну, и неплохо вроде бы. Тут рядом дорога. Да, конечно, траву эту можно будет убрать. Ну, и какая-то мост, речка, дорога. Ну, речка, конечно, это с натяжкой, да? Это болото какое-то. Просто здесь можно же плавать. То есть, понимаете, да? Дом, в котором ты можешь плавать. Ну, то есть рядом с домом, если есть где поплавать, мне кажется, это неплохо. Очень даже неплохо. Тем более, что, наверное, можно здесь эти кусты поубирать по берегу. И сделать всё это как-то более приятно. И загородиться от всех этих соседей. Тут потому что, вон, видите, ещё какой-то завод расположен. Так, а куда мы ещё можем? Где у нас ещё есть какие-то такие места интересные? Это не продаётся. Это не продаётся. Тут тоже не продаётся. Ну, как будто бы... Ну, вот ещё есть. Ну, здесь тоже, видите, река не входит в зону владения. Единственное место, где... Здесь тоже река не входит. Здесь тоже нет. Ну, а тут тоже нет, кстати. Это единственное место, слушайте. Это единственное место, где у тебя есть твоя река. Я предлагаю это купить. И здесь начать развивать свою... Маленькую, маленькую. Но... Но ферму. То есть, вот она, от дороги. И давайте посмотрим, как тут теперь работает стройка. Что тут вообще происходит. Вот, то есть, наш участок. Не очень большой, но вполне приятный. Смотрите, как это всё теперь работает здесь. Так, что мне нужно сначала? Наверное, мне нужен дом. Законы бункера расширения... Стр... 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 Дом. А они все стоят дешево, кстати. Смотрите, они все по тысяче стоят. Фермерский дом... есть вот такой ух ты за тысячу как это не моя земля то есть я прям на берегу не могу построить а я я то есть вот вот уже на берегу не могу представляете ну вот то есть с видом только можно но не знаю может я теперь теперь уже не так рад что тут купил ну вот ну как будто бы здесь неплохо на хороший дом не кажется фермерский так как какой еще есть еще такой да тут смотрите тут уже тут уже гаражик есть есть вот такой а у этого этого нет гаража давайте лучше с гаражом возьмем хотя можно гараж отдельный купить да вот это же тоже что это это фермерский гараж можно купить дом и отдельный гараж а можно купить сразу дом с гаражом и еще отдельный гараж так ну где-то вот так если мы разместимся или вот так прямо вот чтобы с балкончика смотреть на речку неплохо да с балкончика будем на речку а вот это да посмотрите все ну не сразу строится еще он еще и не сразу строится обалдеть просто так это что такое это про всякие производства животноводства так окрашивание бетон чтобы дорогу сделать до чтобы дорогу просто сделать себе да конечно и вроде бы сейчас незачем тратить деньги да но хочется чтобы нормально чтобы красиво а сколько интересно она будет строится давайте посмотрим то есть у меня здесь строится дом ребят обалдеть так а что сюда нужно как будто сюда что-то нужно завести сюда еще привести нужно чтобы это построилось смотрите деревянная балка длинные доски и доски всего по 1000 нужно привести вот сюда привозишь и тогда у тебя строится обалдеть но можно построй площадке конечно пока а даже нельзя построй площадке нельзя прогуляться пока тогда вы михалыч пошли ну что ж сделать то это надо купить нам где-то тогда давайте найдем а где нам купить где нам купить все так нам нужно купить деревянную балку так продать купить на складе а где склад пометим место так длинные доски тоже есть на складе и доски и тоже на складе и мне нужна какая-то техника чтобы все это перевести правильно понимаю ну либо прицеп а где вообще этот склад находится давайте посмотрим так видимо вот тут видимо вот тут находится склад вроде бы недалеко так то есть я могу наверное могу здесь проехать где-то вот дорога ага 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 вот смотрите тут работает метка уже конечно не столб такой в небо а меточка то есть нам с вами дом обойдется не в тысячу ты тысячи это просто за проект а еще куча стройматериалов надо привести это здорово конечно ой ну ладно предположим что ничего страшного тут не будет если так вы иду то есть вот здесь вот здесь мы как-то должны все это дело купить ага доски длинные доски деревянные балки обалденно очень здорово все это сделано все купить можно сразу на складе так единственное как нам это забрать давайте еще раз то есть нам нужно что будто бы тут слишком много всего да давайте вернемся назад вернемся к нашим доскам в этот что такое деревянная деревянная балка надо нам да так лично деревянная балка есть длинные доски есть и и просто доски так как будто бы вот оно мое как будто бы вот они доски эти так это что такое это поезд можно да то есть что-то с поездом как-то можно взаимодействовать вернуть арендованный поезд смотрите даже показывает через сколько поезд придет потрясающе так но теперь нам как-то нужно это загрузить здесь мы можем это вроде бы продать здесь не знаю чего сделать нам как нам это все загружать и теперь давайте прицеп может быть возьмем в аренду может быть действительно прицеп как бы в аренду и все так как тут вот они вот они машины мотоциклы а прицепы где а вот прицепы ну-ка давайте посмотрим то есть вот этот я наверно смогу прицепить к шкоде а вот остальные вряд ли что это он как он из себя вообще что он из себя представляет но как будто бы но не сильно много да у него можно загрузить этот прицеп не самое главное чем загрузить вот в чем вопрос хватит арендуем за час даже тут надо платить так он стоит 4000 так а если мы возьмем машину с вами какую-то такую типа грузовую маленькую 45 тысяч она стоит немало конечно немало стоит машинка выглядит выглядит очень даже приятно мне прям нравится да хоть она и не брендированная вот есть типа пикапа а это как платформа получается да есть и другие грузовики я вот тогда деревья вот на таком вроде бы грузил ну по-моему получается что ну как бы этот сильно дешевле я думаю надо его брать опять-таки в аренду его можно попробовать взять за 2000 давайте попробуем так где он у нас тогда нам такая где а я вот где а нам нужно на склад а склад вот тут получается так пометим это место и поехали ну вот такой вот грузовичок как вам вроде неплохо так откидывается ли у нас борта нет борта не откидываются или откидываются это что такое а борта откидываются во можно откинуть все борта вот так и все ехать откидываются бортами так сейчас тогда мы можно было повернуть кстати да ну ладно можно было повернуть ну ладно так тут поворачиваем налево лоб и все и едем смотрите все достаточно круто работает и внутри он вообще как легковая машина выглядит на автомате все дела тут единственно не знаю как погрузить конечно же как мы сможем погрузить или нет вот это вопрос серьезный вопрос я надеюсь из как то нам подскажут как это все дело погрузить так пока ничего тут нам соответственно нечего продать начать заполнение ну это немного не то это немного не то что нам нужно то есть нам нужен еще какой-то какой-то подъемник нам нужен получается правильно я так понимаю как мы мы же не можем вот это взять и погрузить это тяжелые какие-то штуки так ну короче на шкоде надо отсюда уехать что толку там шкоду мы пока куда-нибудь сюда паркнем нам нужен еще какой-то подъемник чтобы каким-то образом все это дело загрузить блин печально я попробую еще конечно поближе подъехать но нет нет пока такого нету ничего чтобы чтобы как то там написали что вот вот о смотрите поезд стоит так секундочку и что можно в поезд сесть прямо чего это прикольно так вернуть арендный поезд ими зачем я его не хотел арендовать то есть я что просто подошел сюда и все я арендовал поезд сразу то есть можно еще на поезде что-то перевозить так ребят нам нужен подъемник давайте найдем какой-то подъемник что-то типа вот такого ну самый обычный тоже конечно же в аренду зачем он нам зачем его покупать да да берем его в аренду и сейчас очень долго будем на нем ехать вот он он электро вот это вообще потрясающе он электро так дать работу казать вернуть сброс нет пометить место то есть теперь все можно там купить это потрясающе электро представляете вот это здорово так ну-ка о какой же он быстрый но это мы до завтра будем ехать а этого реально соответственно с машины обгоняют 17 километров в час это его скорость максимальная так сможем ли мы напрямую проехать здесь да поехали напрямую поехали напрямую аккуратно женщина аккуратно спасибо он конечно не супер для бездорожья мы портим чужое поле но едем едем потихонечку руль такой маленький вообще забавно выглядит так главное в свою же воду не уехать посмотрите посмотрите он настолько миниатюрный что даже не портит чужой подсолнечник мы сейчас спокойно можем ехать все а тут дорожка уже началась и мы сейчас по этой дорожке раз 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 и все и приехали туда вообще для перевозки деревьев нужно было взять наверное какой то тоже вот это ну штабелер не штабелер ну какую то технику такую чтобы взять просто их чикс погрузить прицеп погрузить и все а то получается я взял этот арендный он очень слабенький да вроде бы он стоит дешево но реально слабенький это все долго происходит так едем ребята еще 500 метров осталось сейчас погрузим отвезем доски получается у нас будет построен дом это уже круто не знаю получится или не получится его построить может быть еще что-то нужно будет может быть объем этих недостаточен но я надеюсь что мы за раз все еще сможем довести хотелось бы конечно как будто медленнее стал ехать возможно батарейка разделась это же ну как как тесла понимаете то есть ты едешь едешь батарейка раздражается все это уже не едешь а так очень приятно по началу когда я только запустил эту игру мне казалось что она ну как то не очень как будто графика какая-то размыленная такая но поиграв чуть я понял что да что-то поменяли что-то поинтереснее поприкольнее стало и мне понравилось а вы напишите в комментариях как вам вообще новая ферма понравилась вам она или нет так вот так сделаем я не знаю он вообще осилит это все поднять или нет вот это вопрос конечно у меня а где фары а а так мы почти приехали ребят почти приехали ну-ка ну-ка сейчас все посмотрим сейчас узнаем поднимет он или не поднимет этот груз наверное маленький то поднимет а вот большой ну хотя нет выглядит так как будто должен поднять так эти поуже надо сделать оп я чё тут как-то под застрял тут возможно надо вот эту отогнать сюда чтобы я вообще не на погрузчики на этом не съезжал никуда и наверное надо сначала большие положить да давайте сначала большие положим что ты будешь делать так этот пока опустим пока вот эту самую большую давайте погрузим так наверное это чуть подальше положим ну по ширине чтобы да как-то и не получилось у меня их подальше положить так 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 а чё оно не опускается то так так теперь туда его туда и вниз ага получилось так сейчас рядом это а наверх тогда маленькую поставим я думаю нормально будет доски немножко попортил нет по тысяче вроде как раз смотрите вроде всего по тысяче думаю должно получиться у нас так 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 чуть назад чуть назад чуть вперед чуть вперед оп все так сейчас еще вот этот мелкий грузим наверх и нормально будет прям прям наверх поставим я думаю да ну-ка 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 оп 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 так это плохо было сейчас все все ну да не супер но норм так садимся в тачку все ремнями борты закрываем чикс поехали по моему это впервые когда бортом поджало груз реально так и куда мы едем и мы едем куда то вот куда то сюда едем вот на дорожку выезжаем и поехали и все это дома просто неплохо 70 80 83 разогнался с таким грузом а если сейчас интересно тормознуть жестко что произойдет он прям улетает куда то видите он пытается улететь так ну что везем на стройку и посмотрим что будет вам интересно мне очень интересно как это вообще как это здесь происходит так разгрузиться здесь отсоединить ремни так ну ка ну ка необходимо для следующего этапа хранение то есть типа сейчас от времени еще получается да ну давайте что тогда технику сдадим получается чтобы не платить за нее или не будем сдавать просто не знаю насколько долго это будет зависит ли это от времени или нет как будто бы как будто бы не зависит а зависит да да зависит от времени так ну давайте технику все таки вернем и посмотрим что будет так а где техника как вернуть технику так так это цепочки производства где где моя техника которая в аренду подождите как то раньше как то раньше все понятно было вот цена проката так этот вернуть так так этот вернуть ну все все остальное все остальное не в прокате ну и все давайте давайте смотреть сейчас построится наш дом сейчас ребят наш дом будет построен здорово конечно ну или нет не знаю пока что то половина из расходов материала ничего не изменилось не знаю что сейчас будет а может быть еще надо будет возить сюда ну ка 100 осталось ребят 100 литров осталось 23 все чего чего теперь 10 тысяч литров мешков с цементом надо чтобы построить дом вы представляете как теперь это работает вообще ну это здорово мне нравится мне нравится как они теперь это делают да ребят так надо время то куда у нас так время летит так ну что сказать тут работать и работать тогда надо чтобы дом строить пока замораживаем стройку потому что надо покупать материалы 10 тысяч литров мешков с цементом это сколько вообще стоит где тут этот цемент мешок с цементом так четыре тысячи с половиной я так понимаю это за один 40 тысяч на цемент потратить вот это да ребят интересно неужели производство все так же строится просто если да это это вообще это потрясающе круто становится играть здесь но что мы можем сделать как мы можем это проверить можем очень просто проверить так так не участки нам нужно да стройка животные место для сожжения коров нет не коровы нам нужны а наши любимые курочки то есть вот вот если вот это вот или вот это хотя бы поставлю вот маленький курятничек если я поставлю о курятничек сразу поставил по тридцать одну курочку но это классическая наша схема когда мы с вами начинаем курочек разводить и потом оно как то у нас как то все это дело заводится так можно сразу шестимесячных наверное чтобы они не слись да так 32 штучки или петуха ну давайте петуха еще одна возьмем так да одну штуку все вот у нас курочки есть теперь им нужно корм привести ну короче мне по-любому надо вот эту технику покупать наверное ее купить надо да и все 32 курочки будут нести яички у нас будем их продавать вот так можно куриную тут стучку такую построить так и что еще есть у нас пчелы прочее это так а подождите а как же растения так это забор это заводы пункты продаж теплицы оооо� Hart смотрите какие теплицы ну то есть серьезного уровня уже есть вот такие теплицы Теплицы это хорошо Есть поменьше А есть прям вообще здоровые теплицы С отоплением, походу, да? Так, надо дерево это убрать Теплицы мы можем, по идее, поставить вообще вот сюда, вот поближе Поближе к этому заводу, вот сюда можем поставить Ой, я случайно поставил их Ребята, случайно, мисклик Мисклик на 36 тысяч с половиной Так, нам воду сюда надо как-то Видимо из водонапорной башни каким-то образом надо ее сюда поставлять Так, тут, видимо, будут у нас что-то, что-то А внутрь? Внутрь можно зайти? О-о-о-о-о Круто выглядит внутри Так, грибы можно выращивать? Грибы! Вообще круто Только вода нужна для них 5 Так Работает И продажа сразу Это работает И продажа сразу Все, теперь нам воду где-то нужно надыбать Зацените Обалдеть просто Это грибная теплица Я думал классическая там Подождите, а это она же или нет Ну то есть, а ну да Сразу обе засадила Так, ну ладно Так, закрывайся Ну здорово, здорово Теперь бы воду где-то найти А где мы можем воду найти? Это надо на карте конечно же смотреть Чтобы мы могли найти воду Так Вот да Есть тут вода Бочка Масло Так, ну наверное как-то можно Я думаю найти здесь воду В любом случае буду разбираться Ладно ребята, мы на этом будем заканчивать Спасибо за внимание Если вам понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на канал И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok